добрый вечер и любое другое время суток по вашему выбору рубрика будни упоротых продолжает свою работу а начаться сегодня у нас выпуск практически тематический большевистско-репрессивный вот сегодня практически нет текущей повестки в том числе и по моей вине а дело в том что меня воротят от текущей повестки вот честно как зайдешь в эти паблики блин ну очень становится противно жить вот значит во первых строках портал русская правда перекрестки бытия и так 10 октября 37 года на бутовском полигоне нквд был расстрелян один человек сергей васильевич богданов родился в 907 году место рождения клепиковский район московской области макеева русский приговор вынесен тройка приемом квд по московской области 19 августа 37 года был расстрелян 37 октября на бутовском полигоне нквд под москвой реабилитирован 1 апреля за отсутствием состава преступления сразу скажу вот по этой ссылочке на синодик который они дают про реабилитацию ничего нет где они от нашли я не знаю я пробивал этом по всяким открытым списком что-то не нашел но может быть я криво искал а вот а так вот у нас вся информация об этом человеке что вы отсюда узнали скажите мне пожалуйста меня просто просто радует вот эту форма такая подачи да вот что вы отсюда узнали да вы узнали что он родился да вот московской области дальше вы узнали что ему вынесен приговор по какой статье по какому обвинению там вот вы ничего не знаете да что он расстрелян на бутовском полигоне якобы но это и синодика как составлялся от синодик я как-то рассказывал там это такая сомнительная фигня вот ну допустим ладно все и что я должен тут проникнуться чем-нибудь в этой информации мне бы хотя бы сказали что его по 5810 расстреляли ни за что может он убийца вообще кто это как он жил кем работал до чем занимался вообще ки взгляды ими а вот да я гру хотя бы статью нет ничего нет то есть это будто мы говорю при реабилитацию тут вилами на воде писано по ссылке этого нет вот вот такие вот замечательные у нас заметочки это это можно знаете вообще на все на всех абсолютно там я не знаю убийц бандитов там еще кого-нибудь вот такие вот составить справочки родился там то там то расстрелянно там тогда то тогда то вот невинный человек ни за что вот дальше у нас идет наша любимая уже коалиция антисоветских сообществ вот значит чья-то советская родина значит пафосно они вводят да и дают ссылочку точнее ссылочку а цитату игумена дамаскина орловского нашего любимого с которым мы сталкивались уже кучу раз значит на выдержку из какого-то его видимо доклада куда-то то есть или нет это он дает выдержку из доклада значит свои книги я пытался по цитатам гуглить что-то не нагуглилось ну ладно поверим дело в том что вот это вот цитата да она в этом вот самом виде ходит по массе всяких этих самых же же там телеграммов и так далее и тому подобное совершенно понятно что они абсолютно источника сами не знаю да то есть просто репостят и все копипейст работает итак во все время великой отечественной войны пишет нам дамаскин орловский поверим нас у ребятам из касса вот не прекращались арест аресты духовенства почему они должны были прекращаться если значит священник занимается там антигосударственной антисоветской контрреволюционной деятельностью тем более во время войны а такое за священниками водилось периодически почему бы его и не арестовать а вот значит сорок третьем году было арестовано более тысячи православных священников из них расстреляно 500 человек я цифры не комментирую оставим на совести дамаскина сорок четвертом сорок шестом года годах количество смертной казни ежегодно составляло более 100 человек учтите еще что в сорок шестом смертную казнь вообще отменили на секундочку вот 4 ноября срок девятого года совет по делам русской православной церкви представил сталина доклад в котором говорилось вот тут я не знаю чё это значит орловского или совета рпц вот в результате работы органов мгб появлению и аресту антисоветского элемента среди церковников и сектантов за время с 1 января 47 по 1 июня 48 года по советскому союзу за активную подрывную деятельность арестовано 1968 человек из них православных церковников значит 679 человек остальные видимо сектанты тут надо отметить такой момент дело в том что это послевоенное время мгб занимается тем что чистит коллаборационистов их же не сразу всех повязали вот 9 мая 45 года бах и всех кто работал там с гитлером на гитлера и так далее вот пособничал поднимал там всякие восстания создавал всякие локотские республики и так далее вот их же не сразу всех повязали их вязали постепенно по мере значит соответственно поступление информации а вот соответственно вот цифра 679 человек священников за два года вот 47 48 и по моему цифра ничего страшного в этом нет то время арестовали еще массу народу на самом деле не не считая священников вот меня на самом деле вот это вот немножко ровит когда вот акцентируется на священниках вот конкретно вот священников арестовали священников истребляли что священник не человек он не может быть врагом государства например или что-то еще чего всех остальных то тогда давайте всех остальных тоже так песочек все после послевоенное время шли аресты православных священников согласно сводному отчету гулага на 1 октября 49 года количество священников по всем лагерям составляла 3523 человека из них так дальше тут разбивка по лагерям идет ну короче 3523 человека да то есть тут же понимаете это вообще всего всех священников по лагерям вот это не те кого-то около арестовали в сорок седьмом или сорок восьмом или сорок девятом если тебя арестовали например в сорок третьем и дали тебе 8 лет там или десятку да а вот ну или восемь лет как служеницу например да то ты сорок девятом году все еще сидишь в тюрьме то есть это вот накопилось практически вероятно за всю великую отечественную войну дальше идет разбивка по лагерям значит он шла к темняковские лагеря и интим лак остальные степ лак и озер лак все эти лагеря принадлежали категории лагерей каторжного режима не принадлежали они категории лагерей каторжного режима тут нам уже совет рпц видимо брет вот потому что это были обычные исправительно трудовые лагеря вот каторжный режим у нас насколько я помню подразумевался только для коллаборационистов с доказанными преступлениями а вот вот для них была каторга действительно восстанавливайте ребята то что вы тут наломали да вот а это были обычные исправительно трудовые лагеря и последняя фраза добавленная к кассовцами на просто прекрасно воистину как говорил один из батюшек псковской миссии фильме поп советы безбожные нам не родина батюшка был абсолютно прав и если кто-то не видел у меня на канале есть значит такой вот ролик называется пресса летопись православный христианин избранные статьи это здесь я читаю статьи и журналов как раз псковской православной миссии таких пособников гитлера ребята еще поискать эти люди облизывали просто и фюрера и его представителей соответственно на территории псковской православной миссии которые там им возвращали понимаете церковные книги поэтому нам надо за гитлера за гитлера послушайте что они там говорят кстати некий максим бендус тут в каком-то стриме кусочек видел заявил что псковская православная миссия это рпцз не надо брать максим это никакой не рпцз глава этой православной миссии был направлен туда на работу прямо из москвы из центрального офиса рпц вот никакая это не рпцз рпцз это папы которые убежали с прангелем когда-то да откуда-нибудь в югославию в берлин в париж в нью-йорк в сан-франциско и там уже создали свою церковь а это наша любимая рпц никакая не рпцз вот так что рекомендую вам этот ролик ссылочка на него есть в группе но или там поиском соответственно у меня на youtube канале дальше о кстати еще один хороший человек александр васильевич колчак я блин мне все хочется знаете почитать материалу допросы они же для лежат в сети собственно доступным по трем кликам вот там есть интересные моменты вот ну да ладно короче александр васильевич колчак и генерале алексееве всю жизнь этого скромного но могучего труженькой героя духа генерал алексеев я вам напомню это тот который у нас свергал царя а вот посвященным была посвящена работе по подготовке армии к выполнению великой исторической задачи к борьбе славянство с германцами а я не знаю вот как он подготовил борьбу славянство с германцами по моему не очень хорошо суть по первой мировой славные победные события 14 16 годов это какая-нибудь так как и галицийская операция да у нас славные победы или разнос нашего фото да там прямо от зуми вот это вот это вот да славные победные совы события вот кстати сам колчак тоже очень сильно отличился в этих победных событиях обязаны его работе его таланту его великому духу славянину знаем теперь кому сказать спасибо и когда под ударами выдвинутого на немцами политического оружия большевизма стала гибнуть наша армия так то есть у нас опять армии большевики разрушили а вот генерал деникин например утверждал обратное летом 17 года он на совещании временного правительства с генералами говорил что ребята вот указ номер один вот это вот наш демократизм вот и на 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 наше как бы отношение к армии и разрушает и специально подчеркнул что нам говорят что большевики нет это не большевики говорил генерал деникин а вот а колчак считал что во всем виноваты большевики вот когда наша армия значит стал гимна генерал алексеев один из немногих не сложил оружие не отрешился от могучей живший в нем веры в неизбежность победы славянства над германизмом и с горстью сподвижников почти без средства оружия продолжал неутомимо свою великую работу возрождение россии а с ней объединение всего славянства то есть вот все ур эти вот вооруженные силы юга россии вот этот вот крым да это было значит борьба славянства с германизмом только вот почему то в отличие от проклятых коммуняк которые конечно заключили с немцами брестский мир ну потому что они уже получили власть от генерала алексеева и его пристных в таких такой ситуации когда немцы подходили к питеру а армия была развалена и тут еще всякие там бегали там всякий каледин и краснова там дака которые все норовили в спину ударить и прочие дутовые ну вот большевики конечно заключили с немцами мир но потом обратно у них отжали там через какое-то время все что соответственно но практически все там украина да вот то что отдали крым опять же отжали крик крым же был под немцами до в какой-то момент вот ну так вот и как бы большевики с немцами как-то не очень а вот генерал алексеев есть такой замечательный эпизод в мемуарах когда ругаются значит представитель всюр и представитель значит армии донской краснова да что представитель всю раму говоришь вы с немцами дружить вот а представить красного значит говорит что если мы дружим с немцами но там это все в метафорической форме то вы то у нас оружие берете а мы-то его берем у немцев, то есть, если мы проститутки, то вы наш сутенер, да, вот, то есть, там, какая-то такая риторика, да, то есть, ну, и кроме того, в борьбе славянства с германцем, с германством, соответственно, Алексеев дружил, естественно, с французами, англичанами и всеми остальными, американцами, с кем только можно было, вот, ну, и вообще вот эти вот ребята, да, то есть, из всюра, вот, ну, и вообще называть Первую мировую войну борьбой славянства с германством, да, довольно сложно, вот, потому что, насколько я помню, в первую очередь там с германством боролись вольные франки, вот, и англосаксы, вот, отнюдь не славяне, славяне туда подтянули уже вторым номером, вот, борьба, поднятая генералом Алексеевым, не какая-либо партийная политическая борьба, не борьба классов и каста, великая национальная историческая борьба славян с германцами, искусственно спрятавшимися за спиной ими же созданных большевиков, ну, вот такая вот картина мира была у нашего верховного правителя России, вот, ну, что ж, слава богу, пронесло, вот, дальше, вот, этот человек должен был рано или поздно появиться в рубрике «Будни упора», так вот этот вот Карагодин, да, вот, он занимается тем, что из твиттера грозит пальчиком мертвым людям, вот, ну, дело в том, что вот Садовский Станислав Казимирович, который был прокурором в Новосибирской прокуратуре в 37-м году, он, скорее всего, я думаю, так, что умер, да, вот, и вообще Карагодин, у него история интересная, у него дедушка, значит, был кулаком и убежденным антисоветчиком, вот, сначала он, значит, соответственно, сотрудничал с японскими оккупантами, вот, когда, значит, шла гражданская война, потом он принимал участие, значит, во всяких восстаниях, например, вот, Зазийское крестьянское восстание в Амурской области, значит, в 24-м году, вот, было такое восстание, вот, поводом для восстания послужило увеличение для лиревкома сельхозналога на 25%, но тут очень правильно написано, что поводом, потому что, на самом деле, собственно, данным поводом решило воспользоваться руководство белой эмиграции в Манчжурии, то есть, это атаман Семенов, там, и так далее, и тому подобное, да, вот, причем ссылочка тут идет как раз вот на этот сайт Карагодина, да, то есть, расследование в отношении судьбы Карагодина этого самого, то есть, никто не отрицает, что это была практически попытка очередной белой интервенции на Дальний Восток из Китая, да, вот, там они сразу грохнули 60 советских работников, там, траля-ля, все дела, там, вот, потом против них выслали, значит, отряды Чион, да, части особого назначения под командованием бывшего колчаковца Ватмана, вот, ну, и все это потихонечку было закончено, то есть, это было не выступление крестьян, да, это было в большей части, соответственно, был белый заговор белогвардейский, да, вот, ну, и потом его, он получил за это второй срок, значит, ну, и потом в 37-м году, вот, его, соответственно, по указу 00447, как особо опасного пособника, соответственно, антисоветских элементов, вот, расстреляли, да, и вот что делает этот вот самый Карагодин, он Денис, по-моему, да, вот, он, значит, берет всех, кто тогда работал в Томске в прокуратуре, вот, или в тюрьме, не дай бог, или в НКВД, и называют их убийцами, да, то есть, Томскому прокурору приготовиться, к чему? Мы тебя нашли, вы его нашли, этот сайт существует уже лет 5, наверное, да, вот, только теперь нашли, кто там был прокурором, вот, тем более даже не прокурор, а работник прокуратуры, да, вот, то есть, если человек по закону осудил дедушку, если он выполнял, так сказать, приказ, вот, если он следовал советскому законодательству, то он убийца, вот, то есть, вот такая вот замечательная логика у господина Карагодина, и мне еще вот это вот нравится, мы тебя нашли и приготовиться, к чему приготовиться? Этот человек, я не знаю, он из прошлого смотрит на тебя, идиота, как на говно, ты бы лучше за своего дедушку покаялся, который сюда приводил японцев или карателей-семеновцев, вот, которые тут вырезали просто людей, советских работников, советский работник, это не обязательно большевик, вот, это просто человек, выбранный советом, да, вот, советские органы управления, вот, вы их сначала резали, а потом обижались, что вас расстреливают, вот, ты бы лучше об этом подумал, он даже колчаковский ватман, вот, сориентировался, да, кто здесь за кого, и пошел давить вас, уродов, вот, значит, известная история про Сталина, про Сталина у нас сегодня, про Сталина и детей, да, значит, портал «Русская гвардия», да, по-моему, да, «Русская гвардия», если я правильно помню, они у меня, блин, да что ж ты будешь делать-то, вот так всегда, опять, видите, вот, с оперой продолжается эта фигня, ладно, бог с ней, с «Русской гвардии», портал «Русская гвардия», насколько я помню, это опубликовал, ну, вот, короче, опубликовал известную историю про проклятого Сталина, который, будучи в ссылке в Таруханском крае, совратил там гражданку Перелыгину некую, да, вот, и так далее, и тому подобное, да, а потом, значит, пришел, ну, естественно, тут много публикаций в ЖЖ по этому поводу, вот, и так далее, и тому подобное, а потом пришел, повинился перед жандармом местным, да, то есть сказал, что готов жениться, да, ну, и жандарм, несмотря на то, что у него были плохие отношения, значит, со Сталином, ну, ничего Сталину, собственно, не сделал, просто Сталина потом перевели в другое место, и все, то есть, короче, значит, по поводу этой самой Перелыгиной, которой было 14 лет, вот, и он с ней сожительствовал, начнем сначала, собственно, вот, Сергей Захаров, Центр демографии и экологии человека, Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, ух, а вот, брачность России, история современности, ну, понимаете, у нас сейчас, значит, говорят, 14 лет, все несовершеннолетнее, нет, вторая половина 19 века, начало признаваемого возраста совершеннолетия, северно-русской зоны, Сибирь, 13-16 лет, вот, то есть, в принципе, уже, как бы, считается совершеннолетней, а вот, еще в 1774 году церковь устанавливала бракоспособный возраст 13 лет для женщин, 15 для мужчин, потом он поднялся, да, до 16, но это именно возраст церковного брака, а совершеннолетие начинается с 13 лет, работает эта девушка лет 4, я так понимаю, ну, да ладно, стандарты везде разные, но меня заинтересовало, вообще-то они одну страничку из документа-то опубликовали, вот, они все. Ну, тут сам документ такой интересный, типа, особая папка, траля-ля, ну, оглашенный Иваном Серовым в 56-м году на каком-то там этом самом... Иван Серов, это председатель КГБ тогдашний, вот, как раз во время разоблачения культа личности, всех дел там, да, оглашенный, значит, Иваном Серовым, другом Хрущева, вот, на каком-то партсъезде очередном, но это ладно, там, бог с ним, значит, нас тут интересует немножко другое, значит, значит, Сталин вызывался к жандарму Валетину, вот, для привлечения к уголовной ответственности, дал слово и, соответственно, не был привлечен. Интересны либо законы были, либо понятия в Российской империи, да, то есть, если, значит, привлечение к уголовной ответственности, значит, есть какое-то преступление, да. Если его не привлекают, дал слово, что такое, извините меня, склонный к побегам политический зэк дает слово жандарму. Это что такое? Вот, ну да ладно, это бог с ней. Вот, как рассказала в мае месяце, там, по-моему, 16-го года, да, вот, тут вот рапорт, да, вот, Труханского приступа, приступа, извините за выражение, вот, как рассказала в мае месяце Перелыгина, у нее примерно в 13-м году родился ребенок, который умер. В 14-м году родился второй ребенок, который был назван по имени Александр. По окончании ссылки Сталин уехал, она была вынуждена выйти замуж за местного крестьянина Давыдова, который усыновил родившегося мальчика Александра. Тут есть маленький момент. Вот, если мы посмотрим проклятую Википедию, вот, значит, по поводу Труханской ссылки, то в село Курейка Сталин приехал в марте 14-го года, да? То есть, а если мы посмотрим этот документ, который нам представляет Иван Серров, то в 13-м году Перелыгина уже родила. Два года прошло с момента этого рождения, ну, три года, да, до момента рапорта. Забыть она, наверное, не могла, сколько у нее было детей и когда они рождались. То есть, если в 13-м году у нее родился ребенок, то есть, ей было 13 лет тогда, если Сталин с 14-летней в 14-м году начал сотрудничать, вот, сожительствовать, извините. Ну, вот, ей было 14 лет в 14-м году, значит, в 13-м ей было 13. 13 лет у нее родился ребенок. От кого? От Сталина не мог. Сталина еще не было в Труханске, в Труханском крае, ну, то есть, в крае он уже был на подходе, но в Курейке его не было совершенно точно. А вот, ну, и еще тут есть, как бы, вот, совершенно в антисталинских книжках, да, всякие цитаты из мемуаров, например, Свердлова, что они приехали туда в 14-м именно году, вот, а не в 13-м. То есть, кто тут врет? Или это настоящий документ, где врет Серов, вот, или это, какая, что-то наклепали уже потом, я не знаю, честно говоря. Но факт в том, что если даже Сталин с ней сожительств, допустим, что все это правда, что была 14-летняя гражданка Перелыгина, с которой сожительствовал в 14-м году Сталин, да, который в 14-м году приехал в эту Курейку, начал с ней сразу вот прям сожительствовать и все дела, вот, то она уже к тому времени была один раз мама. То есть, она уже точно совершенно признавалась окружающими совершеннолетней, и кто-то уже, кроме Сталина, с ней уже сожительствовало. Так что вот так вот, ребятки. Ну и последнее, значит, портал Царский Крест возмущается тем, что город Ногинск до сих пор не переименовали в Богородск. Он, понимаете ли, когда-то назывался Богородском при Екатерине II, а потом его переименовали в честь Ногина. Ну, Ногин знатный большевик, 8 побегов, вот, то есть, он рекордсмен практически. Вот, честь него даже станция метро в Москве когда-то называлась, да. Ну и по совместительству он был наркомом торговли, промышленности и торговли в первом советском правительстве. Вот, соответственно, жил и работал просто какое-то время в этом самом... Богородский, да, вот, в 15 лет рабочий на Богородско-Глуховской текстильной мунуфактуре, да. Три года. Вот, они спрашивают, что это вот он там три года поработал, да, и город в честь него переименовали. Ну, вообще, на самом деле, почему нет? Это один из высших руководителей тогдашнего советского государства. Вот, да, у него там была какая-то, были разногласия, ну, он был склонен к меньшевизму. У него были, значит, разногласия с Собнаркомом, он там с ними ругался по поводу состава первого советского правительства и так далее, и тому подобное. Вот, а еще демонстративно выходил из ЦК и Собнаркома, не согласившись порвать с СССРами, а опасаясь большого террора. Так вот, Нагин умер в 1924 году. Какой большой террор был в 1924 году, мне не очень понятно. А вот, там другое дело, что после покушения на Ленина, там были и бунтов всяких СССРовских там и так далее, были процессы над СССРами и меньшевиками. Материалы, кстати, лежат в сети, но я не буду, как Реми Майснер, обещать читать вообще все. Я боюсь, что у меня на них не хватит, тем более, что там такие толстые, такие файлики в сотне страниц толщиной. А вот, так что я не думаю, боюсь, что у меня до них руки не дойдут. Да, но какой большой террор был в Советском Союзе и в Советской России в начале 20-х годов, которому надо было бы опасаться Нагину? Не очень понятно. Ну и главное, тут сразу на авторитет давят, значит, Сергей Лаврова, нашего любимого министра иностранных дел, в эпоху которого мы поссорили со всем миром, практически, кроме китайцев. А вот, то есть, Сергей Лавров хочет, чтобы переименовали. Очень странное желание со стороны Сергея Лаврова, учитывая, что, значит, он, собственно, вырос не в Богородске, а именно в Ногинске. И учился в Ногинске. Вот. И вообще, при СССР у Сергея Лаврова все было хорошо, он катался, как сыр в масле, у него мама была в Министерстве внешней торговли. Вот. А это значит, что сыночку сразу плюс 100 талантов кармо. То есть, спецшколам, гемо и так далее, и тому подобное. Вот. Как-то, по-моему, не очень красиво со стороны Сергея Лаврова заниматься десоветизацией. Если Советский Союз дал ему вообще все. Причем в лучшем виде. Ну, это сродни вот Никите Михалкову, который тоже был золотой молодежью и тоже жидко гадит на СССР. Вот тем же самым занимается Сергей, видимо, Лавров. Вот. Который никакого отношения к Богородску вообще не имеет. И какое отношение к Богородску имеет Богородица? Вот Нагин там хотя бы три года проработал. Вот. Он там отметился. А Богородица тут при чем? Вот. Не. Ну, давайте. Может, там какая-нибудь церковь Богородица есть, в честь которой там городок этот переименовали в свое время. Вот. Ну, давайте все, значит, города переименуем в Богородский. Богородск первый, второй, третий. В каждом же городе найдется церковь какой-нибудь Богородицы. Правда? Вот. Ну, честно говоря, я не про... Я... Не подумайте, что я хочу верующих как-то обидеть. Но просто вот Нагинск, он придает какой-то местный колорит названию города, да? То есть, за ним сразу история видна. То есть, Нагин, революция, да? Вот это вот все. А вот Абогородск, это что-то такое безликое. У нас сейчас все-все-все так переименуют. Вы перестанете эти городки вообще различать. Ну, я не знаю, у меня такое мнение. Вот такой вот у нас небольшой выпуск, посвященный в основном историческим каким-то моментам. Ну, так получилось, говорю, ребят, в ленты заходить, честно говоря, противно. То у нас все специалисты по Армении и Карабаху, сейчас все специалисты по палестинско-израильскому конфликту и так далее и тому подобное. То есть, от Макаревича в лентах не протолкнуться, тех рожек, которые то приехали, то уехали. Противно, честное слово. Вот, я лучше так вот каким-то историческим забавным моментом буду проходиться. Вот, это мне ближе. Вот, и я просто не хочу себя строить из матака всего на свете. Вот это вот переключение популярных блогеров по темам, да, то есть, когда сегодня я знаю все об этом, а завтра я знаю все о том, честно говоря, меня от него так покорабливает немножко. Вот, так что вот так вот. Всем хорошего настроения. Всем добра. Продолжение следует...